привет друзья с вами школа воркаута и сегодня вот в таком формате мы поговорим о мотивации всем нужна мотивация более зрелые атлеты ищут ее внутри себя как-то пытаются себя смотивировать более молодые атлеты ищут ее во внешних источниках это в основном фильмы или ролики на youtube атлетов которые им очень нравятся у кого очень высокий уровень и я сегодня решил записать ролик потому что я не был исключением и я тоже когда начинал искал естественно мотивацию и мотивировался некоторыми атлетами и очень часто мне задают вопрос на стриме к примеру а кем же ты мотивировался ведь это допотопные времена 10 11 год кто же тогда был настолько крут что тебя смотивировал и ты решил посвятить свою жизнь калистеники и именно пойти в элементы сложные статические и так далее ведь казалось бы тогда был только ганнибал barbarians барилла вот такие вот ребята которые наверное многим даже сейчас и неизвестны но были и другие люди и сегодня я бы хотел отдать честь им и рассказать про них и показать их вам ганнибал барилла барбарианс конечно для 2010 11 года уровень их был просто заоблачный и мотивации было просто нереальное количество тем не менее мы знаем что и команда барбарианс и ганнибал это не те прародители которые стали идеологическими и техническими прародителями именно современного воркаута ведь вы сейчас не увидите чтоб в горизонте отжимались так как отжимался ганнибал с прогнутой поясницей и вы не увидите стандартных связок например команды барбарианс простых выходов и переднего виса сейчас все гораздо сложнее с одной точки зрения и гораздо интересней технически с другой точки зрения вы можете подумать что ну конечно все со временем только развивалась и уже потом появились более мощные ребята но на самом деле нет был один человек который выложил свое первое видео на youtube в 2011 году который уже тогда мог бы посоперничать с топами этого времени когда я увидел первый раз то что он делает на ютубе я понял да этим я хочу заниматься и вот такого уровня я хочу достичь но тогда я понимал что это просто нереально и это в 2011 году вы можете себе представить если присмотреться внимательно то в его технике в его планшах висах и так далее прослеживается четкая техника топов 13-15 годов вот именно той самой золотой фэр и воркаута когда в россии появились топовые атлеты они делали очень крутую силовую подготовку и статику и это просто невероятно потому что так время не опережал никто это атлет из франции у него есть свой youtube канал его зовут вас до супер сайн и как вы поняли что это из-за ними супер сайн да и вас я так понимаю это его первое или второе имя то есть фамилия непонятно я пытался найти максимально большое количество информации но кроме его youtube канала который сохранился и до сих пор ничего нет более того шесть лет назад он загрузил свое последнее видео после этого никаких роликов не выходило его сайт сейчас не открывается его фейсбук не открывается также я нашел статью на английском языке мы ее обязательно добавим там его интервьюирует украинский атлет как раз таки перед соревнованиями 2013 года в москве кстати он там тоже на мировом кубке участвовал от франк из этого мы делаем вывод что он француз больше ничего не известно куда он пропал что с ним случилось занимается ли он сейчас и вообще что случилось и почему он не появляется в принципе в интернете мы этого ничего не знаем к сожалению конечно в те года после ганнибала с его кривым горизонтом я нереально смотивировался именно этим атлетом и понял что именно так я хочу заниматься именно такого уровня я хочу достичь и наверное в моей технике вы тоже можете проследить и элементы на пальцах и желание сделать максимально идеальную технику и чтобы это выглядело легко именно этого достиг этот атлет и знаете что еще очень интересно в этом атлете чем он выделяется из всей массы даже сейчас конечно же это разнообразие причем все элементы делаются не просто для галочки а он старается сделать их на максимальное количество раз и с максимально идеальной техникой конечно это подкупило меня полностью и я старался в своих тренировках стремиться именно к разнообразию потому что в то время у меня больше получались тянущие висы и так далее и я понял что мне нужно подтягивать свои отжимания в стойке делать горизонты и так далее и именно с помощью этого в будущем я смог соперничать с топовыми атлетами и даже выигрывать а за счет того что у меня был очень широкий спектр того что я мог делать и подтягивание на 1 и висы и горизонты и отжимания в стойке и благодаря этому я смог придумывать какие-то новые связки и элементы ребят а вы напишите в комменты кто вас мотивирует сейчас или кто вас мотивировал когда вы только начинали кто дал вам этот первый эмоциональный толчок вот этому старту в калистенике в те 10 11 года можно было тратить кучу времени на то чтобы просто пробовать запускать ошибки и лечиться от травм сейчас так как воркаут вырос в разы и вы это видите и соц сетях и на соревнованиях у вас этого времени особо нет и вам приходится использовать уже готовые знания этих топовых атлетов и вы знаете где эти знания можно найти я провел более 10 лет тренирую абсолютно разных атлетов и собирая все их ошибочки и нюансы собрал во всех своих курсах все эти знания и они доступны вам если вы хотите потянуть свою базовую подготовку топ базовый курс вам поможет в этом если вы хотите более интересных разнообразных с точки зрения калистеники тренировок и хотите одновременно тренировать и базовые показатели и тело и учиться элементам то для вас продвинутый курс а если вы хотите научиться специфический сложный статический элемент то тогда наши курсы по элементам подойдут именно вам все ссылочки в описании если вам интересно переходим покупаем на этом все как обычно с вас подписка лайк и увидимся в следующем ролике